Глава вторая Книги пророка Ездры И дальше перечисляется от третьего стиха до стиха пятьдесят восьмого, люди, которые вернулись из Вавилона в Иудею. Теперь я читаю пятьдесят девятый стих до конца главы. И вот вышедшие из Телема Тель-Мелаха, Тель-Харши, Херуб-Аддан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они, сыновья Дилайи, сыновья Товии, сыновья Никоды, шестьсот пятьдесят два, и из сынов священнических сыновья Хабайи, сыновья Гаткоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тир-Шафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Туммимом. Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек, кроме рабов их и рабыних, которых было семь тысяч триста тридцать семь, и при них певцов и певиц двести. Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять, верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать. Из глав поколений некоторые пришли к дому Господню, что в Иерусалиме доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд, и стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, а весь Израиль в городах своих.